Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 15-й том, вопрос 3015. «Приходилось ли вам читать о Солженицыне, что он был агентом КГБ?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Не только читать, но мне высокопоставленные чины сей фирмы приносили книги на эту тему его первой жене со спиралями в кавычках ее падения. Александр – гениальнейший писатель. За один его архипелаг ГУЛАГ додаст Господь Бог ему настоящую веру и вечное спасение. Трафаретно мыслящие, плотски и умничают, быть может, сгорают зависти к нему. Я много лет молился о нем, и он меня еще ни разу не разочаровал. Я его всегда таким представлял. Советы его умные, но не духовные, и он топчется на одном месте. Не имеющий рождения, не может и расти. Но он помог разрушить сатанинскую партию. Ничего большего я от него никогда не ждал, и потому не мог оподозревать его в чем-то. А был ли он осведомителем? Доказательств нет. Но души у меня не был и не мог. Бог хранил его. Он спрятался за Христа, назвавшись верующим. Кто обвиняет его? Они этого не испытали. Я же сам испытал. Меня никогда не вербовали. И не делали даже попытки. Из книги Самутина «Я был ласовцем». Санкт-Петербург, издание «Белый и черный», 2002 год. Не сотвори кумира. Как Александр Исаевич описывает момент вербовки. Следует рассказ о томлении духа. О трусливом решении уступить, сдастся. Купить себе временное относительное благополучие, ценной предательской капитуляции. История, рассказанная на страницах 358-359 этой книги, о подписании, обязательстве доносить и выборе стукаческой клички «Ветров». Просто потрясающе. Но вот что любопытно. На разных людей этот рассказ действует по-разному. Несидевшие, не знающие лагерной жизни люди, по-настоящему фраера, охвачены чувством возмущения к режиму, беспощадно насилующему волю и топчущему достоинство человека. С жалостью и состраданием к заключенному, которое бессердечно заставляет идти на подлость. Старые лагерники видят тут другое. Их поражает легкость дачи человека, который потом, годы спустя, задним числом сделает заявку на необыкновенное геройство. И при том сначала сделать эту заявку, представив вроде бы неоспоримые доказательства своей выдающейся смелости. Действительно смелые и глубокие книги. Создать в себе громкое имя и высокий авторитет. А потом уж, как бы мимоходом, делает такое сногсшибательное признание. Механика такого приема достаточно очевидна. Если бы признание было сделано до выступления с громкими книгами, каждый лагерник обязательно счел бы его рядом с тукачом и не поверил бы дальше ни одному слову. Но после таких книг то же самое признание звучит уже иначе. И находится достаточное количество легковерных читателей, которые относятся к саморазоблачению Солженицына почти с умилением. Но то, что рассказано дальше, уже совсем не принимается лагерным умом. Отвергается им, как нечто совсем несообразное. Там же страница 360. В этот год я, вероятно, не сумел бы остановиться на этом рубеже. Но что-то мне помогло удержаться. При встрече Сенин, лагерный надзиратель, резидент уполномоченного ГБ, понукал. Ну, ну. Я разводил руками, ничего не слышал. А тут меня по спецнаряду министерства выдернули на шарашку. Так и обошлось. Ни разу больше не пришлось подписаться. Ветров. Как же могло пройти ненаказанным такое ужасное преступление, как вероломство с подпиской на стукачество? Да какой же опер мог подобное допустить в своей работе? Никогда такого не было и не могло быть в советском порядочном, в кавычках, лагере. Рассказ Солженицына, приведенный им в архипелаге, поражает уже не сообразностью, а наивной уверенностью автора в том, что он может кого-нибудь обмануть такой байкой. Во второй книге архипелага Солженицын сообщает о том, что вскоре после суда он в лагере был завербован оперативными органами в качестве секретного осведомителя подкличника Ветров. Признаюсь, меня, как человека, проведшего многие годы в заключении и хорошо знающих лагерную обстановку тех лет, это сообщение как грома поразило. Если бы оно исходило не от самого Солженицына, я бы, пожалуй, этому и поверил. Как же человек, протендующий на роль пророка, глаголом «жгущего сердца людей» и вдруг секретный осведомитель органов ГПУ, того самого ГПУ, которым всячески поносит в архипелаге. Несовместимо. Но Солженицын продолжает. Да, дал подписку, принял крещение Ветровым, но в действительности мне удалось ни на кого ничего не доносить. Вот уж это сообщение совершенно невероятно. В свете этого сенсационного сообщения в архипелаге, этого внезапного откровения, следует, мне кажется, пересмотреть некоторые факты из литературной и политической биографии автора архипелага. Каким образом, например, попал он из лагеря обычного типа, которым он завербовался в секретно-сведомителе, привели герованный в спецлагерь, в котором содержались специалисты, заняты секретными научными исследованиями, а так называемую на лагерном жаргоне шарашку, в ту самую шарашку, который, кстати, посвящен роману Солженицына в круге первым. А ответ на этот вопрос может быть только однозначным, как секретно-сведомитель. И в этой связи уверение Солженицына, что работники органов, не получая от Ветрова обещанной информации, добродушно с этим примирились. И мало того, послали этого обманщика на работу в спецлагерь с несравненно лучшими условиями. Сущие не лепятся. Но встает вопрос. Если такое саморазоблачение Солженицына наталкивает на дальнейшие, далеко идущие выводы, привлекает внимание к опасному для его репутации эпизоду, то зачем он сделал это саморазоблачение? Что побудило его взять на себя инициативу в нем? Мне кажется, что это психологически объяснимо. Покрытый на Западе славой литературного таланта, экстракласса, неустрашимого борца против «варварского коммунизма», сидя на мешке золота, Александр Солженицын все-таки не знает покоя. Его, несомненно, обуривает страх, и мальчики кровавые не умерещатся, те самые мальчики, на которых он доносил. А вдруг КГБ выступит с разоблачением и опубликует во всемирные сведения тайну Ветрова? Каков будет удар для нравственной репутации пророка и лауреата? Так не лучше ли упредить инициативу КГБ, прихватить ее и подать разоблачение в своей версии, в своей интерпретации? Его логика проста. Да, я был секретным свидобителем, был крещен во имя Ветров, но в действительности я никаких доносок ни на кого не делал. Мне удалось избежать выполнения принятых обязательств, и догадательством этого как раз и является мое выступление – саморазоблачением. Такова, на мой взгляд, психологическая причина саморазоблачения Солженицына. Этот рассказ его – типичная литературная чернуха, туфта, другими словами – ложь. Это ему повезло, что он связался с такой угрюмой и неразговорчивой организацией, как советская ВГБ. Она хранит многие его тайны, считая их своими, и в этом его счастье. Но сам он боялся, несомненно, что его позорный секрет будет предан гласности, и по своей всегдашней тактике опережать удар первым высунулся саморазоблачением, предав ему ту редакцию, которая в легковерных глазах для него наиболее выгодна и безопасна. Повторяю, в легковерных глазах, но не для людей, знающих условия лагерного существования. Я один так думаю. Псалом 63, 7 по 11 стихи Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком свои не поразят самих себя. Все, видящие их, удалятся от них. И убоятся все человеки, возвестят дело Божие и уразумеют, что это его дело. И праведник высвеселится о Господе и будет уповать на Него и похвалится все правы и сердцем. Иеремия, 8 глава, 9 стих. Пострамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудр стих? 1 Коринфянам, 1 глава, 27 стих. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы пострамить мудрых, и немощное миро избрал Бог, чтобы пострамить сильное. Стихотворение. Все перевернуто с ног на голову ахнешь. Да как же умудрились смыслы переиначить, что в алтаре любые басни шашни и выдадут за святость разговор о даче. Друг другу хвалятся в модерной колесницей, вставляя громко типиконы возглас. Мирянам эдакое даже не приснится, как в алтари давно не вхожа совесть. За слово Божие любая ахинея сойдет, проглотится с поповским одобрением. Их слово не живит и не согреет. Глаза замажут архиерейским брением. И на сто восемьдесят градусов назад в иноу повернули направление. Стоящие же в храме давным-давно лежат, как паства, павшие при деде Моисея. Не уступил похотливым смутьянам кратчайший вождь с замашками тирана. Рык протадзиаконов похож на вопли пьяных. И мало кто стоит прилично прямо. Меня интересует не собор, не в золоченных ризах тишина. С ленивыми Бог на расправу скор. На проповедь выталкивать, пинать. Благословляющий священник сам благословлен. Полномочен ли он и Еговой вышним всех превратить в молчальников кулем? Найти ли благовестие быть лишним? Религия теней и мертвецов. То мущи режут, то чудят с иконы, то проповеди скрылись на засов. А кельи стали бурым в колокольне, в колокольной зоне. О, Господи, маршрут для православных! Исправь и разверни крестово-крестный ход. Путь иночества — это нить с узлами. Прозорванное колет, Столетие не шьет. 2006 год, Игнатий Лапкин.